Пока к ситуации в зоне АТО. Моя коллега Ирина Баглай расскажет нам о последних новостях из Донецкого аэропорта, которые, напомню, защищают наши военные уже который месяц. Ирина, здравствуй. Какая ситуация на этот момент? Здравствуй, Лёш. Ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается стабильной. Как и в предыдущие дни, боевики обстреливают позиции сил АТО в районе Авдеевки. Огонь ведут из миномётов, в основном со стороны Донецкого Спартака. Вчера буквально, я не знаю, в километре полтора от нас. Вывозят, вывозят миномётные батареи и с них стреляют по аэропорту, по военной части. И бьют по своим же. И сегодня ночью боевики обстреляли из реактивных установок град позиции АТО, сил АТО в селе Песке, где оборону держат 95-я аэромобильная бригада, 93-я и добровольческие батальоны. Арт-удары ожидали и на рассвете, но атака боевиков так и не состоялась. И, как отмечают сами военные, последние три дня интенсивность огня со стороны террористической ДНР значительно снизилась. Можно сказать, террористы затихли. Возможно, переключились на другую информационную войну. Последние дни в интернете появляется всё больше сообщений о переброске и скоплении живой силы боевиков, да и военной техники под аэропортом. Можно сказать только о том, что она появилась. То есть раньше ее в том месте не было, она появилась. Можно сказать, либо они переместились из одного места в другое, либо к ним приехало на это место что-то ещё. А вот те, кто ходили в разведку на территорию, контролируемую боевиками, подтвердили. В рядах бандгруппировок ДНР прошла ротация. Среди наёмников появился отряд с Приднестровья. Одного из них наши бойцы взяли в плен. Что же касается полномасштабного наступления, то военные относятся к этим слухам довольно скептически. Они думают, что пока не готовы. По последним данным, тем, что мы знаем, они ещё до наступления далеко не готовы. Ну, у них сейчас ротация происходит. Сейчас нет людей просто-напросто. Они просто, да, они пугают, да, они там создают вид, что их много. Ну, думаю, что рано. Гул техники мы слышим, то, что перемещаются. Попробно нас встретим, посчитаем, сколько их тут останется. И очередное подтверждение, что украинские десантники продолжают держать под контролем Донецкий аэропорт. Это военные выложили в интернет. Они снова вывесили государственный флаг Украины над аэропортом и обратились к боевикам. Мне нравится Россия, ловите туда жить, если это красивая, хорошая страна. Ставьте украинку в покое. Равно вам нас не сломать никак. И сегодня украинским военным прислали, так сказать, к морозам тёплую одежду. Точнее сказать, из всего обмундирования только штаны и те 56-го размера. Такие вот штаны тёплые. Не знаю на кого, но прислали всем одинаково. Это волонтёры. Это то есть всё, в чём я одет, это всё волонтёры привезли. Я же говорю, армию нам привезла. Вот штаны тёплые, носки и шапки. Пока что это вся информация, Алёша. Спасибо, Ирочка, за работу. Это была Ирина Баглай. Спасибо.